В гьяне или в карме, если по неосторожности из-за случая человек совершает любую дурачару, любую. Вы знаете, что такое дурачар? Плохие привычки или плохие действия. Их называют нирлоджа или вамана боджи. Это значит вантаси. Это значит, что их вырвало, и они опять это съели. Камса, хиранья, кашипу, раванади. Они были такими разумными учеными. Раван был такой ученый. И он был грур у всех гьяней. Непременно. Кто это? Раван. Он написал Ланка Сутра. Кто это был? Раван. Хиранья, кашипу и камса, они тоже были очень ученые в знании вет. Они могли цитировать и совершать ведические рити. Все могли. Но... Дурачари. Они были... Дурачари. Но шастры их отвергают. Но для бхакты это не так, как Аджамила. Нет никакой нинды в Аджамиле, в Билгомангале. И в подобных людях, в преданных. Он цитирует шлоку из Шримат Бхагаватам. Кто-то говорит, что мы должны сначала оставить наши плохие привычки, и потом мы сможем совершать бхакти. После этого, если у вас есть горшок полный глины, мы должны сначала вытащить всю эту глину, и тогда мы сможем налить воду. И эта вода будет хорошей, чтобы ее можно было пить. Но если горшок полностью занят глиной, то ни капельки воды не влезет в этот горшок. Поэтому нужно оставить все эти вещи. Здесь Шрива Вишванат Хачакарварти Тхакурун объясняет, что если у вас есть это материальное и физическое тело, человек не может быть просто чистым, полностью чистым, имея это материальное тело. Поэтому если мы будем сначала пытаться очиститься, а после этого, когда мы достигнем совершенства в чистоте, где мы будем совершать бхакти, то это абсурдно. Поэтому на какой бы стадии вы ни находились, вы должны применить бхакти. И благодаря этому бхакти все нехорошее постепенно уйдет из вас. И когда бхакти придет, все плохое оставит вас постепенно. Прежде всего мы должны слушать о бхакти, мы должны достичь бхакти, на каком бы уровне вы ни были. Если у вас есть хридрога, хридрога это значит камма-васана, желание материальных наслаждений. Вы ищите, ищите наслаждений, чтобы наслаждаться ими. Все это в вас присутствует. Если у вас это есть, но в то же время вы слышите, повторяете и памятуете. Вы должны это делать. Вы не должны концентрироваться на том, чтобы полностью очиститься от материальных вещей. Нет, вы просто должны совершать бхакти. И совершая бхакти, у вас просто не будет времени на свои плохие привычки. И таким образом хридрога, она уйдет от вас. Хридрога, она хуже всех остальных болезней. Она хуже, чем все остальные болезни. Это очень плохая, плохая болезнь хридрога. Она была у Бива Мангалы, она была у Прохлады Махараджа. В начале, в начале их пути. Когда он был браманом. Нарада также имел. Когда он был Гангхарвой, у него также была эта болезнь. Когда бхакти совершается, когда совершается парабхакти к Бхагавану, то благодаря этому парабхакти хридрога уходит. Постепенно уходит. Поэтому мы не должны пытаться концентрировать свой ум и совершать все вещи, чтобы очиститься. Нет, просто займите все свое время в служении Бхагавану, в бхакти, чтобы не было ни мгновения у вас делать что-то плохое. Он говорит, Те люди, у которых есть небольшая шрадха, благодаря этой шрадхе, они слушают шримад Бхагаватам, раса Панчадьяи или любые игры с гопи. Они слышают это со шрадхой. Такие люди, они обретут парабхакти, и благодаря парабхакти, вся хридрога и все остальное уйдет непременно. Поэтому, пусть они не пытаются оставить все свои плохие привычки в первую очередь. Они могут вымыть их спокойно, просто совершая бхакти. Но все равно мы видим, что мы пытаемся убрать, убрать наши плохие привычки и желания. Мы видим это в учениках, или привычки, которые нехорошие. Мы указываем на них. Но сначала они должны с помощью бхакти силу обрести. Вот эта сила придет, и тогда они смогут избавиться от этих привычек. Что я хочу сказать? Я не уверен, что вы хотите сказать. Благодаря служению вы можете разрушить. Нет, говорит Шейла Городев, я хочу разрушить эти вещи все. Но почему? Как? Благодаря силе бхакти. Если сила бхакти приходит, тогда все плохое, оно уйдет. Если у нас нету настроения слушать, идти в общение с преданными, возвышенными, то тогда это желание, эти мысли не придут к нам. Это эффект бхакти, что мы думаем, что мы должны очиститься от этого. И когда мы поступаем так, это правильный подход. Поэтому он говорит, если у вас есть вожделение кама, или какой-то ассадачар, то есть неблагоприятное, что-то у вас присутствует. Это не значит, что он не должен совершать бхакти, этот человек. Но наш духовный учитель говорил, что ему нельзя давать инициацию до тех пор, пока он не оставил незаконный секс, азартные игры, мясоедения и так далее в течение шести месяцев и следует этому. До этого мы ему не даем. Не даем инициацию. Шрила Гурадев говорит на хинди. Мы говорим так, Гуру говорит так, но он знает, что все включено в это. Он не может оставить свои привычки, ученик. Он думает, но благодаря бхакти он сможет это сделать. вы женаты. Но вы делаете те же самые вещи, что и они делают. Но у вас есть лицензия на это, на, наверное, на чувственное наслаждение, на какое-то. И он знает, что он делает. Он совершает эти все действия по лицензии, грехастха, наслаждается. Но если мысли, мысли, а если мысли о наслаждении не приходят в мое сердце, так тогда я чист. Не важно, женат я или нет. Мы не курим. Да? Ты не куришь. Ты не пьешь, не играешь в азартные игры. У тебя нету вожделения. Но ты не привязан к повторению Хари-нама или к слушанию Хари-кадхи. Тогда какова, каково благо от всех ваших вот этих, того, что вы не делаете, глупости. Поэтому гуру говорит, это как предупреждение. Но он знает, что все там. Что значит? Это то, что он делает плохие вещи. Или мысли об этих дурных вещах. Гуру знает, что у вас есть. Я знаю, если мужчина курит. И если мужчина курит, если он делает если кто-то курит, а кто-то я обычно говорю, что мы должны давать Хари-наму. Нет, нет, я не говорю так, говорит Шрила Гуруля. Моё сердце, мы знаем, что что-то есть неправильное в этом человеке, но мы все равно даем ему Хари-наму. Или Ачарьи другие также дают Хари-наму. Ты играешь в азартные игры? Да. Нет, нет, не играю. Да, играю. У тебя есть вожделение? Да, у меня есть вожделение. Ты не должен потворствовать. У тебя есть какой-то Ас-Садачар? Да, есть. Так ты должен избегать этого. Вот этих четырех вещей. Парикшит Махарадж Шукадевга с вами он сказал Эстриям Шуна Дутам Панам Эстриям Шунам Эти четыре вещи. Но это не так оскорбительно делать эти вещи, как в сравнении с Ниндой, Авагией Вайшнавов. Оскорбление Вайшнавов, оно более грехом. Конечно, Адхикари он всегда как бы на плохой стороне пребывает, что ли. Но Шудова Эстриям Шунам, Уттамова Эстриям, он всегда идет в сторону хорошего. Смотрит, наверное, на его хорошие качества. Если у человека есть привычка курить, что плохого этого может сделать Бхакти, если он курит, причинит ли это вред Бхакти? Но если он совершает оскорбление Бхакти, Намапарадху, Анардхи, но Анардхи там не присутствует, он просто курит, то что плохого в этом? Нет, что-то плохое есть, что плохое? Если Бхамшидаст, Бхабаджи, он курил, гургурит, что плохого было в этом? Он освобожденная душа. Если вы в Чатурмаши принимаете едитель баклажан, то что плохого? Если я вижу, что вы побрились в Пурниму, вы побрились или в какой-то другой день, почему ты побрился? Ты не должен так делать. Это плохо для Бхакти или нет? Бриться или не бриться? Если мужчина не побрился в Пурниму, то что такого? Но, несмотря на это, все равно мы стараемся следовать Гуру Парампари. Мы должны следовать то, что приняли. Это сато в рите, следование по стопам предыдущих ачарьев. Но это не так опасно, как аппаратхи и анархи. Если мужчина, иногда человек следует своим плохим привычкам, но он следует ананья бхакти при этом, старается. Но это не означает, что я вам разрешаю принимать все эти вещи, делать эти все вещи и делать бхакти. Я это вам не говорю, конечно, Этой шлокой Шрила Вишнамад Хачакарварти говорит. Пратилаббхякамам Хридрога Машу. Он делает бхакти, и yet he has Хридрога. У него есть Хридрога. Хридрога уйдет благодаря бхакти. И так здесь главный смысл, что в каком бы состоянии мы оказались, мы должны делать бхакти. Так ведь? Мы должны пытаться делать бхакти, говорит Шрила Гурдев. Постоянно. Не думать, не думая, что мы должны пытаться все время оставить свои дурные привычки. Вы не оставите их, они будут приходить еще больше. Но если вы будете пытаться просто делать бхакти, тогда у вас просто не будет времени делать свои плохие вещи. Это вот цель. мы почти закончили. если что-то еще хорошее появится, я вам скажу. Какой-то хороший момент я вам скажу. Он говорит, если присутствует очень плохое поведение, очень дурачар, очень дурачар, и этот человек принимает бхакти, если такой человек, то бхакти придет к этому плохому человеку и возвысит этого человека до хорошего, до высокого положения. И все должны почитать его и выражать ему почтение. Атант-караб жага мэн бхи жади хо жайе. То с бхакти ко утрак кер и айси уннад даса мэн ле жати хэ дам бхагван ки самок акш уско храда кер дейти хэ хэ дэкхэ дэкхан хэ 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 в хэ проститутка пришла к шриле харидасу хакеру и харидас хакуру благодаря повторению своего имени он дал этой женщине чистая кришна бхакти и она стала такой возвышенной великой женщиной что все Все маханты, великие ваишнавы, обычно приходили к ней, чтобы получить ее даршан, предложить ей пранама. Бхакти так могущественна, что любой, если оно войдет в его сердце, он становится чистым и очень дорогим. Всему этому миру, великой личностью, Бхутта Бхакти, и Деваты Брама Шанкара, все выражают ему почтение вас сегодня. Давайте остановимся. Дальше у нас будет проще. Мои ученики очень медленные. Шрила Горде говорит, нет, это я очень медленный, мой английский беспокоит вас. Я бы быстро все говорил, но я не могу. И это занимает время. А ему говорят, Шрила Горде, все нормально, очень хорошо говорите. Шрила Горде говорит, я не удовлетворен, а вы удовлетворены тем, что я говорю. Шрила Горде говорит, я не удовлетворен, а вы удовлетворены тем, что я говорю. Вопросы какие-то неправильные, ответы неправильные. Я покажу вам на ошибки. Наверное, Шрила Горде показывает какую-то книгу. Завтра приходите. Сегодня у вас какая-то программа. Я думаю, вы сегодня поедете куда-то за пределы храма. Вы уже вспоминали об этом. Мы очень бедные в духовном знании, они богатые. Если ты пойдешь туда, то люди из Искона позовут тебя. И ты поедешь к богатым людям. Я сказал ей, что я умер, что сегодня очень больно. Тот человек, который пришел увидеть вас, кто он был на дороге, когда мы шли? Один человек был там. Кто это был? Саду Махараш. Саду Махараш, он был Саду Махараш. Который написал книгу Татаста Шахте. Он пришел встретиться с вами в Рупу Санатана. Он приходил позавчера. Но я уже был готов приехать сюда, поэтому я смог ему уделить только одну минутку. Он предложил мне про нам, и ничего особого. Мы не разговаривали с ним даже. Там было вокруг много народу. Я не мог с ним... А, он сел все-таки, мы с ним поговорили две-три минутки. Я ответил на его вопрос. Ты принял Саньясу от Шридхара Махараши? О, он принял Саньясу от Шридхара Махараши. Нет, он принял Саньясу от ученика. Ученика нашего Гуру Махараши, который присоединился к Шридхару Махараши. Но я ему сказал, что... Может быть, ты прав. Ты должен знать, что Джива не пришла из Галоки. Но... Он сказал, что он не пришел. Сказал это для обычных людей. Что Джива не пришла из Галоки. Я сказал, что я... ...давал лекцию там. И, как бы, я это объяснил. Что... ...два... ...идеи нашего Гуру Махараши... Идеи нашей Гуру Парампара и Свами Джиани не отличны. То, что он говорил, и то, что они говорили, не отлично. Нету противоречий. Кто-то из людей говорит, вы примирили эти два утверждения. Он не смог ответить. Вы говорили об этом все мне несколько дней назад. В любой момент я могу приехать. В любой момент я могу приехать. Нисха значит Буддхи Пурва. Нисха значит Буддхи Пурва. Я испытываю трудности сказать об этом. Буддхи Пурвика. Когда вы решаете, это плохо, это хорошо, с помощью ума. Но нету вкуса к этому. Вы слышали только об этом, что это нехорошо. Вы думаете, что... Вы слышали, что делать в Кришна-Бхакти это хорошо, но у вас нету вкуса к этому. Поэтому вы... ...принимаете это с помощью своего ума. Вы думаете, что вы должны делать Бхакти. Но когда вы начинаете делать Бхакти, там присутствует... ...ленивость. Иногда вы хотите спать. ...иногда вы... ...невнимательны. Поэтому, когда вы что-то делаете, с помощью своей вот этой ментальной силы вы заставляете себя. Это ништха. Вы делаете это регулярно. Но когда... Но когда у вас есть вкус, когда у вас нету желания спать, вы не хотите терять время, это ручи. Есть разница между ручи и а-сакти. Ручи в садхе. А-сакти... ...в садхе. ...в садхе. ...в садхе. ...в садхе. ...в садхе. Помните, игры Кришны. постепенно это придет к вам в Мадхуре Кадамбине он объясняет все эти вещи где хорошо и не из нужно когда мы все Ok. I'm about to go. We can look different from the outside. Yeah. So now. Yeah. 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 It's cool. Этот вайшнаф оставил его ученую степень и присоединился к Мадху после того, как он слышал лекции Хари Кадху Шрилы Бхактивиданта Мирана Гасвами Махараджа. На картинке изображен Виджай, индийский преданный из Кеша в Джигаваде Мадха. А сверху написано, Не идите к опасному пью-бхакти-тиви. Не заглядывайте на страницы опасного пью-бхакти-тиви. Саддана Уттама Бхакти. Но когда мы совершаем саддану, это еще не до конца совершенно, это еще не все, что нужно делать. Это саддана. Внешне мы делаем что-то. Мы посвящаем саддане. Ум Аханкар.